да по моему внешнему виду что я не в дресс-коде бизнеса мы понимаем что я машину так пока что и не нашла ну что все как-то сложно на короткий срок мало кто дает кто дает машин там нет вернулся мне вариант взять ешку шестнадцатого года и одновременно с этим подвернулся вариант взять машину у человека который хотел идти в небольшой отпуск от ешки я шестнадцатого года отказалась а потом с этим человеком тоже ничего не получилось и как обычно короче блин 5 новой недели я без машины мне уже мне уже неловко если честно ну блин ну что я сделаю я же вот так вот из-за уха не достану эту тачку я всю неделю работала чуть-почуть но так выходила коротать вечера и заглянул свой таксометр и оказалось что до 30 августа у меня на аккаунте самозанятого есть промокодик промокодик на работу без комиссии на протяжении 12 часов будем будем с вами кататься по промокоду то есть все кнопки по делам мой район и так далее они у нас будут все бесплатные сегодня 18 августа начало шестого я сейчас пройду фотоконтроль на аккаунте самозанятого и будем с вами катать примерно с 6 вечера до 6 утра сейчас вроде бы сразу должны открыться тарифы чтобы мы уже с вами поехали работать потому что время не хотелось бы там до 7 до 8 утра работать 6 это прям край краюха багажнике кстати поселила картонку вот так вот чтобы он подольше оставался чистым но все равно по бокам тут грязненько грязь все равно спадает с этих чемоданов кстати в яндексе вот такое вот теперь нововведение раньше здесь было написано пройдите проверку личности а теперь пройдите проверку сэлфи отлично проверку пройдем можно на линию выходить поймали первый заказик сейчас надо врубить промокодик сразу оп-оп заказе кучи короткий но с кэфом и надо начинать работу с каждой новой моделью цена на айфон только растет скажите кто бы не хотел тратить около 100 тысяч но все равно ходить с новеньким айфоном что если я скажу вам что вы можете взять новенький айфон без огромных трат прямо сейчас купив его по подписке а перед этим в этот же сервис вы можете сдать свой старый айфон получив за него рыночную стоимость наличкой прямо на руке такую уникальную возможность предоставил нам с вами первый в россии педант маркет от сети сервисов педант точка ру хотя в сша европе все уже давно пользуются сервисами товарами и услугами по подписке у вас всегда самая свежая модель айфон при этом вам не приходится откладывать покупку пока вы на нее не накопите или влезать кредиты с дополнительной переплатой когда выйдет новая модель через год вы можете обновить свой айфон без изменения стоимости подписки а если захотите оставить телефон себе то просто можете оплатить остаточную стоимость цены в педант маркете очень привлекательны начинаются от полутора тысячи рублей а также они дают гарантии на устройство на целый год забрать свой айфончик вы можете в любой из точек выдачи которых у педант маркета уже более 500 по всей россии если вас заинтересовала идея обзавестись новым айфоном то переходите по ссылке смотрите цены на интересующую вас модель а также посмотрите за сколько вы можете сдать свое устройство и получить за него деньги наличными сразу на руки ну а я поехала дальше выполнять заказики здрасте здрасте вот такой вот у нас удачный первый заказик пять минут ехали получили 319 рублей напоминаю мы работаем сегодня без комиссии то есть все эти деньги нам зачисляют сразу вот к таким домиком кстати привезла девушку это жилые дома это не какие-то офисы по моему здесь люди живут квартиры покупают выглядит конечно все это очень как-то грустно обитой сайдингом или как это называется панелями алло здравствуйте со стороны парковки где все машины где все такси забирают а что вы там видите какие магазины налево и налево и налево может быть они кран вижу вижу кран вот это не показывает что ли где мы находимся но просто обычно с фермерского рынка всех там забирают сюда подъезжаешь они обычно говорят не там стрим поэтому такого непонятка случилось прошу прощения а как вы постоянно домой ездите до чтобы отметиться если работа много будет вот здесь есть тогда вот через месяц хватит а местный 300 300 350 и вы все домой отправляете там наверно уже дом построили на тинькоп у вас получится может быть а может и нет вот так вот 300 тысяч месяц как вам такое вот копьё за копьё работаем вот эти переводы это все очень сильно напрягает лучше когда только по карте вот эксперт парк решает эксперт парк вот может сделать чтобы вы только по карте работает работали вот эти переводы они очень сильно меня выматывают блин на сбербанк на а почему на сбербанк нельзя а там на тиньков комиссия блин а меня это волнует поэтому друзья если вы ищете надежный парк для работы то рекомендую эксперт парк ребята очень серьезно относятся к своему делу и всегда стремятся улучшить сервис отключат вас как сети мобилу так и самозанятых водителей комиссия парка всего 50 рублей в сутки автовыплаты ежедневно без комиссии есть четыре вида моменталок выбирать тот который подходит именно тебе так что друзья не теряйте время и не теряйте деньги подключайтесь к эксперт парку ссылка находится в описании техподдержка работает круглосуточно 455 рублей за 12 минут нормуль нормуль по карте просто да так вот имея не ценим потеряв плачем так горит работа прет работа брить прям все какие-то заказы прям хорошие на милошенкова взяла это дмитровка там тоже коэффициент горит поэтому то прям очень хороший заказ пожалуйста хорошего дня до свидания 13 минут 40 секунд 452 рубля мы на линии час двадцать и касса уже на самом деле разрывная касса 2000 рублей за час двадцать вот тебе и промо-код так друзья что я уже не выдержала заехала в вкусные точки сходить туалет вот моя малышка припарковано видит бог я не хотела брать ничего в итоге я иду со жратвой чтобы сейчас поесть и потом уже об этом не думать если честно не удержалась барселона бургер давно не ела после нас еще макдональдсе было когда снимала видео по бизнесу не удавшийся вот кстати если не смотрели переходите где-то здесь посмотрите его обязательно ну значит сделала я свой заказ облокотилась на столб стою такая вот и значит проходит супружеская пара которая забирает свой заказ оборачивается смотрят на меня улыбаются и идут я думаю блин а что у меня тут такое типа что почему я привлекла их внимание и подходит ко мне и говорят что смотрит мой канал а чтобы понимали это не какая-то молодежь да там 18-летние 20-летние люди это взрослые люди причем из волгограда представляете они не живут здесь это не москвичи не люди которые живут москве люди из волгограда приехали и мы с ними встретились макдональдсе в очереди сказали мне столько приятных слов елена николай я передаю вам огромный привет и большое спасибо что подошли и сказали что смотрите мой канал так а я что ну я опять занимаюсь чего будем но уже меньше я сейчас вижу макдональдс только вот у вас на глазах до этого всю неделю работала как-то обходилась едой с нефтагистрали дела значит америка но сейчас я сюда добавлю немножечко шага смотря какой фабрик смотря сколько детей с проверим барселона бургер все тот же или скатился потому что я его не ела несколько месяцев так захотелось друзья жизнь одна живи красиво хорош базарить да друзья он все тот же такой же прекрасный бургер какой-то ноткой копчености с бекончиком хрустящим это просто невероятно вы смотрите это видео и кушайте я желаю вам приятного аппетита добрый вечер и саковского да санкционирует ну так-то да конечно немножко нежелательно так 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 27 минут в пути 747 рублей друзья я не знаю видно ли это будет на камере но я значит еду за рулем по валакаламскому шоссе и отсюда вот так вот на паутине у меня спускается паук сюда я на скорости 80 километров в час еду он у меня вот здесь потом опять обратно поднимается я думаю блин а что же делать я же не могу остановиться засунула короче в этот в тряпочку я не знаю он там или нет он походу уполз что-то нет его здесь один бог знает где испугались оба сав здравствуйте добрый вечер двойная жизнь вероники до новая польза закрыла до закрыли все прошла к сети на правильно правильно как я хотела чтобы приехали первая машина показывает это двойную жизнь вероники надо ехать только с кристины я согласна я тоже очень хотела заказе в центр поймать поэтому я тоже взаимно рада вашему заказу спасибо да спасибо 826 рублей за 28 минут вы получили и надо поставить мой райончик добрый вечер я диспетчер так пыжик 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 в такси ничего себе вот это да так спасибо спасибо сколько я скажу У тебя есть чин? Я не знаю 300 евро Один хабрид У тебя? Спасибо Спасибо До свидания У иностранцев тоже 100 рублей оказалось Так что все нормально, все хорошо Встала здесь на Анастасинском переулке на парковке такси О господи, ну короче там знак Вот и даже удалось сходить в туалет Меня конечно на входе остановили, видимо я не по дресс-коду одета Но я когда сказала что в туалет меня спокойненько пустили Так что вот лайфхак Честно говорить что ты в туалет и тебя пустят Лучше ставки повышаются Я взяла коэффициент 4 4 Поездка будет 7 минут И я думаю она будет дорогая Даже если минималка 150 Минимум будет 600 рублей Ну вот сейчас посмотрим сколько будет стоить этот заказ Очень интересно Очень интересно Доброй ночи Рок-н-ролл правильно? Да правильно Ага Ути о живем вы видите водителя Девушка Приятный видеть Да они в обеду Обычно люди с... приезжей и так далее в основном А тут приятная девушка очень красиво Ахаха Спасибо, да я тоже приезжая Да? Да? Да, из Липецка Липецк У меня там друг оттуда приехал, он уже слева там. Ага, давайте я вас слева подвезу. Да нет, да есть. То есть вы тут аккуратненько вышли и никто, и ничего нет. Дима, очень приятно было познакомиться. Хорошего вечера. Вам также. Хорошего заказывал. Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, неожиданно, неожиданно. Ну, видите, какой сегодня вечер, да. Всего доброго. До свидания. Улыбка. Сохраня их мне. Хорошо, спасибо. 572 рубля стоил заказ. Не успела его, конечно, заскринить, потому что взяла уже следующий заказ с кайфом 3.8. Короче, жара, жара началась. Я вообще в шоке. Я таких коэффициентов давно не видела. Смотрите. Промеривай, я за тобой. Здрасте. Доброй ночи. Доброй ночи, пожалуйста. Постановите, они были около карбасуточного магазина. Что вам надо? Я не знаю, что-нибудь алкогольное. Я вам доплачу сколько надо. Маня, можно покурить парилку, пожалуйста? Парилку курите, но сейчас алкоголь уже не продают. Блядь, ну можно где-то найти это? Я думаю, нет. Блядь, туда все идет нахуй, реально. Она прямо едет мне только там на типу, если она с ним будет алкоголь. Так пусть тип намутит. Почему вы должны идти к этим заниматься? Да он нихуя не намутил, просто. Ну, нафига вам такой тип тогда нужен? Мне кажется, он просто хочет лебаться и все. Ну ладно, в принципе, плохо, я хочу лебаться. Какое-нибудь радио или что-нибудь, музыку какая-нибудь. Чего вам включить? Блин, по барам. А можно по барам включить? Ага. Конечно, тогда по барам. Я по-ближнему красива, хоть казалось, что умру. Между нами дым, слезы и горячий мост. Начнешь опять из далека и потихоньку. Посмотришь в студии, дальше лайк и закрутим. А, все, вот он. Вот тут вот, он дышал к бараму. Ага. Все, спасибо вам, Бааа. До свидания. Всего доброго, аккуратненько. Всего доброго. До свидания. Друзья, за 12 минут 762 рубля. Ради бога, что хотите. Электронку, пожалуйста. Музыку, пожалуйста. Мне вообще за такие деньги, что хотите. Ничего не оставили, а то потом возвращать придется. Так, тут у нас одностороннее. Как мне вернуться теперь туда, где я была? Туса-туса-туса. Сегодня мы на тусе. Сегодня мы тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе-тусе. Садово-спаскадан 3 корпус 2. Сильнее. Сейчас, сейчас. Мы справимся. Поверьте, мы победим. Нормально себя чувствуете? Хреново себя чувствуем, да. Машрам пакетик дай сразу. А, окошко можете открыть? Да поверьте, при женщине мы не можем так. Да? Сколько лет? 21 нас дал. Чего тебе лет? 25. Ты замуж? Нет. Вы лет? Не замуж. Вы психолог? Нет, мы просто думаем, мужик бы вас не отпустил на эту работу. Нет, ну он тоже просто в такси работает. Слушай, Кристина, ты за феминизм? Да. Почему нет? Кристина, ты читала? На старые проекты, постпрограммы, концессионные соглашения. Приду, ладно, посмотрю. 23-го дали приглашение нам, это самое ладно. Короче, мужчина будет нуждаться в твоих советах. Он все будет стараться делать для тебя, для твоего ребенка. Ну, времени развиваться у него, к сожалению, не будет. Так это, что тогда с детьми-то спешить? Надо развиться сначала. А тогда глупость, если не поспешишь, дальше будет поздняк. Иди рожай крючки, говорю, блин. Идала бы... А, ну ладно. Познакомь меня с подружением. Да, они все замужем. Да, блин, давай разберемся, блин. Направо, стой, стой. Вот машина стоит, стой. Раз-два. сады все оплачено мы очень классный вот и красавица иди все иди в жопу слышь все прочитали лекцию мне про то что надо рожать детей 765 рублей за 15 минут готовы любую лекцию выслушать за такие деньги такая вот рассветная москва оплата карты никого нет но я здесь могу стоять хотя бы без страха что мне придет штраф потому что вот здесь вот написано кроме такси то есть такси может останавливаться здесь и спокойненько ждать ждать заказик ой как на камере красиво в жизни даже не так красиво как на камере ну что за красавица да и хозяйка вроде тоже ничего такая блин так классно что не надо кофту надевать вообще очень хорошо жалко только что лето заканчивается что она не может быть вечно здрасте багажник будете класть вот сюда и заслуживаю да первый подъезд того края пожалуйста ой спасибо пожалуйста всего доброго сейчас мне таких людей раздадут надеюсь что не настолько сильно как вы думаете я надеюсь на столько сильно сколько я могу представить для ключи есть может быть удастся типа типа спал все будет хорошо всего доброго до свидания друзья в чужом дворе пока у меня не разрядился телефон в рассветных лучах солнца запишу эту концовочку итоги дня проехала 298 километров сделала 26 заказов на линии было 11 часов 6 до 6 до сейчас время без 10 6 но час у меня был перерыв заслуженный мой что вообще с ума не сойти обязательно делайте перерывы получается 11 часов на линии и касса у меня сегодня с 12 12 часовым промокодом 16 тысяч триста пятьдесят один рубль пассажиры сегодня были все довольно таки приветливые дружелюбные тихие не сильно пьяные я это объясняю тем что я сегодня моим районом не захватила получается депо потому что там постоянно мы с пассажирами не можем найтись там много фальконов я не захватила менделей вкусного слободка потому что там тоже постоянно уже в полный в полных конвульсиях бьются пассажиры алкогольных и я не захватила сегодня три вокзала потому что тоже вроде ты катаешь да такую тусовку такое тусовочное настроение и бац тебе падает заказ бустер чемодан вокзал и такой надо срочно быстро переквалифицироваться в обычного семейного водителя вот наверное все пока совсем не разрядился телефон хочу очень сильно поблагодарить вас за то что посмотрели это видео поставили лайк подписались на канал подписались на мою телегу обязательно переходите туда я там транслирую свои смены все что у меня происходит жизни прям в прямом эфире обсуждаем с читателями моего телеграм-канала разные темы я там всегда на связи так что переходите подписывайтесь очень сильно вас люблю желаю всего самого доброго и хорошего до встречи в новом видео и всем пока